Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в метро 2033 и Redux, продолжаем проходить эту игру. Ну давайте, прыгнем. Ну, да не свет потушить, а прыгнуть. Во, прыгаем. Сразу же так после него залазим. В него влазим. Ну, немного двусмысленно. Ну, в смысле, через него пролазим, да. Так, как сейчас, как, что нам делать? Сам поедешь? Тогда на первой этой штуке нужно было ее передвигать, а сейчас уже можно вот так. Начинается. Скоро мы прибудем на Тургиновскую, которую на родину делают проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от бежевостных чудовищ. Я только сейчас понял, ребята. Тогда мы же стреляли патронами, в смысле, патронами деньгами. Зато оно подбаривало врагов. Ладно, я не прочитал, но, в принципе... Вот, когда вот так зажимаешь, он меняет на патроны, патроны деньги, как можно сказать. А вот так на обычные патроны. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, давайте. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артем? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода. Его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Понятно. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Чуваки, опять одному туда идти. Идите вы в жопу. Идите сами туда взрывайте. А что вы меня посылаете? А сюда что, не бежите уже? Ох, вы умные капут, ребята. Да убейте вы их уже всех. Охренеть. Идите вы туда сами. Никто со мной не может пойти. Они там все стоят. И никто со мной не может пойти. Я даже на большое расстояние не успел отойти. А за мной уже тут гонятся. А что это было? Ну охренеть просто. Идите вы в жопу, чуваки. Идите вы в жопу. Я боюсь туда идти. Отстреливайтесь вы сами. Я тут вас подожду. О, тут патрончики. О, пушка какая-то. Так, щас, секунду. Вы что, не видите, что сзади вас тут монстров? Спасибо. Эх, как мне не хочется туда идти. Куда мне идти? А, мне сюда. Ухренеть, мне сейчас вот этих всех перебивать. Эти чуваки прям... Куда мне? Ну, то мы взорвали, да? Сейчас нам куда-то сюда, походу. Ага, походу вот эти убили, да? Что тут... Это тень. Ну. А что они туда бегут? Не видят меня? Не видят меня? Ну ладно. Что за храбрик тут? Не сюда, не сюда. Я уже боюсь просто. Так, куда? Сейчас куда-то... Зря я, наверное, не сделал. Они себе бы спокойно пробежали, да и все. Хотя... Я что-то боюсь сюда заходить, тут вот эти. А мне, походу, туда не нужно. Мне, походу, сюда нужно. Ух, еще лучше. Еще лучше. Охренеть. Не слишком, наверное, у меня у меня были. Да, может, хватит. Сам он все сделает. А сейчас лучше бежать нафиг отсюда. Успеем или уже как-то пофиг? Да бить, бить! Походу, все. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Охренеть, мы опять один идем. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полюс, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным фашистам. Пойдем. Ну, охренеть просто. Кузнецкий мост, независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Ну, все, чувак. Или ты идешь сюда со мной? Охренеть. И тут куда? Да. Опять одну мульти. И если опять наружу выбираться, то сдурить может. Не хочу наружу выбираться. Все, дальше я сам. Вот и все. Забирайся. Охренеть. Помню, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Спасибо. Опять одному идти. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, оставшуюся в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел его первую. Э, меня первую. Это что еще? Челепушка, привет. Надеюсь, путь будет недолгим туда. Куда мы идем. Если долгим, то это не очень хорошо. Как я один не хочу идти. Это капут просто. Я думаю, тут еще больше. А, мы что, уже рядом? Не двигаться. Эй, расслабься. Это человек. Выключи свет. Ну да. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, завалим. Это свободная станция. Мы уже тут, походу. Ну давайте, пропускайте, ребята. Все. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободная. Но красная за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень. А осторожность. Так что, держись поскромнее. Понял? Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Ну, куда нам. Лицом в стене! Обыск! Да хватит! Отстой! Тш! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ты че, охренеть? Ладно, ладно, ладно! Только без рук. Я сам пойду. Беги! Беги! Ах, ты дрянь! Я их приходил! За мной, парень! Хватай, не ублюдка! Вперед, быстрей! Стоять, и раздаваясь! Беги! Беги! Сзади, чувак, беги! Беги! Ну, давай, давай, давай! Твою с мать, не туда я побежал! Твою с мать, не туда я побежал! Беги! Ты тоже арестован! Ладно, ладно, ладно! Только без рук! Я сам пойду! Стоять! Беги! Беги! Ах, ты дрянь! Заводь, парень! Хватайте, ублюдка! Ну беги ты уже. Сюда! Сейчас уже сюда. Чё-то он... Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Ну давай. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует в бодпосты, ты свободен. Так, мне сейчас, походу... Что там было? А? Тут нет случайно где-то магазина. Может быть, что-то в фиге узнает. Я не видел, но... Видео знают. Оружейная. Во, оружейная. Нет, аптечки мне не нужны. Ух ты, новые пушки? Пушки? Это чё? Точный скорострельный дробовик. Великолепен, как на средней дистанции. Таким любившим боевым. Иногда призраки его занимают. Ла-ла-ла-ла, понятно. Это чё? Это винтовка? Не пожалеешь. Так, мне бы, мне бы улучшить мой... Бери, совсем немного осталось. Арбалет? Нифига себе. Сколько, сколько, говоришь? Что ты думаешь? Мне бы улучшить мой дробовик. О, четыре ствола. Это было бы вообще офигенно. Так как... Очень часто перезаряжаюсь, и это не очень офигенно. Тюнинг ещё бы калаша. 25. Давайте-ка мы лучше дробовик. Дробовик тюнинг. Вот это более так нормально, потому что уже не так часто нужно будет перезаряжаться. Обмен тюнинг. И давайте ещё... Хотя фиг его знает. Глушитель. Можно бы глушитель установить на револьвер. Да, это, конечно, тупо не хватает. Но всё же... Так как, в принципе, будут у нас пушки калаш, которые нормально стреляют. Дробовик, который на ближних дистанциях, чтобы вот так убивать монстров. И плюс к тому у нас будет ещё и револьвер, который... С глушителями можно тоже так убивать. Который, ну, в принципе... Который, в принципе, убивает, ну, тихо, да? Считай до пяти, и всё. Продать F. Ну, в принципе... Рад, что мы договорились. Или... Или можно вместо этого купить себе винтовку. Для тебя берёт. Пользоваться просто. Берёшь и стреляешь. Отличное оружие. Хотя нет, может, потом найдём, может... Потом посмотрим, ребята. В принципе, я так думаю, давайте на этом закончим уже эту серию. Отмен патронов. Рекомендация лучших специалистов. Вот это мне нафиг. Шарики из подширенной... Было обровымертым. Остань, идеально, было некоторых кустарных видов оружия. Это мне нафиг не нужно. Продать. Ну, в принципе, пускай... А, это чё? Это тоже, в принципе, можно продать. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Отличная сделка. В принципе, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все за просмотр, всем удачи и всем пока.